Продолжение следует... Очень много вопросов есть у всех по поводу канонизации этих святых, очень много есть вопросов о святости этих людей, и очень часто приходится сталкиваться с вопросами, которые ставят под сомнение сам факт святости царской семьи. На самом деле для церкви этот праздник, он важен не тем, что царская семья была по сути царской, а тем, что это были люди, которые были прославлены у Бога. И мы, вспоминая этих святых, по сути, в нашем богослужении возносим им молитвы о том, чтобы они за нас молились. Ну, собственно говоря, как и ко всем святым обращаясь, мы просим их заступничества пред Богом, предстательства, каких-то, может быть, нуждах мы просим их помощи. И царственные мученики, они не отличаются этим от других святых, от преподобных, от святителей и так далее. В истории было очень много таких случаев, когда святые, прославленные мученики даже никогда в жизни не причащались. Или были, собственно говоря, даже отступниками, были просто врагами церкви, врагами Христа непосредственно. Например, можно вспомнить многочисленные акты, мученические акты Римской церкви, Римского государства, когда ко Христу обращались те воины, которые убивали мучеников. Это люди, которые были не просто врагами церкви, врагами Христу, они были просто кровожадными убийцами. И в одно мгновение, видя доблесть мучеников, которых убивали именно за веру, эти люди признавали себя явными христианами, поклонниками Христа, и в эту же минуту их также казнили, как они были готовы казнить вот этих вот подвижников. Сказывается, этот человек, воин, он достоин славы. Христовый или недостоин происходили, во-первых, по описаниям их жизни, по описаниям вот этих моментов, как раз убийства этих вот, казни этих святых. Очень много есть свидетельств, когда святые подвижники со стороны наблюдали, например, схождение на головы этих людей, воинов и мучеников. Мы, как верующие люди, в это свято верим. То есть у нас нет оснований не верить этим описаниям, этих видений, так как их рассказывают наши святые, грубо говоря, наши авторитеты, мы им доверяем. Но, опять же, напомню, что это наша вера, и в нее заставлять кого-то поверить было бы просто глупо. Ты либо веришь в это, либо ты не веришь в это. Говоря в этом контексте о царственных мучениках, можно говорить об их мучении за Христа в контексте их политического выбора, политической их жизни. Например, сам царь. Он свят, мы его почитаем как святого, не за то, как он жил. Хотя очень много свидетельств о его жизни реальной. Говорят о его реальной святости, реальной добродетельности. Убивали царя и его семью. Ему не говорили, отрекаешься ли ты от Христа. По сути своей он должен был просто признать власть. Безбожную власть. Но он был представителем власти, которая была властью Бога почитаемой. Когда, опять же, убивали других, новомучеников, исповедников российских, им тоже не говорили, отрекаешься ли ты от Христа. Ну, за исключением каких-то некоторых случаев. Их пытались склонить к признанию власти. Советской власти. Получается, они тоже не страдали за Христа. То есть признание власти, которой придерживался царь, она признавалась революционной. С точки зрения самих революционеров. Антисоветской пропагандой, как говорилось в то время. И поэтому царь-мученик и его семья, выбирая ту власть, которую они когда-то выбрали, тот образ правления, которым они обладали, по сути, они выбирали Христа. То есть мы верим в Святую Русь именно за счет того, что это Русь, которая была не просто христианской страной, а была той страной с тем выбором, который сделала та власть. Власть, которая выбрала для себя христианство как основной принцип жизни, есть та власть, за которую стоит умереть. И таким образом человек умирал за Христа. Этому есть доказательство в тех фактах мученичества, новому мученичества, исповедничества российского. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok